В Барнаульском пригороде крысы и дети облюбовали свалку. Почему местные жители уже несколько лет не могут решить мусорную проблему. Трамвай против такси. В Барнауле разбираются, кто виноват в серьезном ДТП на проспекте Ленина. В краевой столице ищут людей в активном поиске. Тех, кто готов спасать пропавших и стать частью команды Лиза Алерт. В Алтайском крае начинают отключать отопление. Так, с завтрашнего дня батареи перестанут быть горячими в Бийске. Систему теплоснабжения переведут лишь для подачи горячей воды. Такое постановление подписали в мэрии Наукограда. А в Новоалтайске сегодня отопление уже отключили. В Барнауле, между тем, пока неизвестна точная дата отключения отопления. В пресс-службе мэрии пояснили, что ждут подписания соответствующего документа. В целом же, напомним, отопление отключают, когда среднесуточные температуры выходят на стабильный плюс. По прогнозу синоптиков, в краевой столице с 6 по 11 мая температура днем будет подниматься до плюс 25 градусов и выше. К другой теме. Промышленные обороты края нарастают. Так, на территории легендарного моторного завода сегодня строят новые цеха и планируют в два раза увеличить объемы производства. Развитие предприятия, которое выпускает уникальные гусеничные машины, сегодня в ходе рабочего визита оценил губернатор края Виктор Томенко. Подробнее в сюжете. Ежедневно с завода «Алтайские лесные машины» выезжают один-два новеньких трактора. Это 25-30 машин в месяц и около 300 в год. Предприятие производит гусеничную технику и запасные части к ней для лесной, нефтегазовой и энергетической отраслей промышленности. Конструкторы провели модернизацию техники и разработали новые образцы продукции. За последние три года парк оборудования обновили на 50%. Это новый станок, работаем в тандеме. То есть можно работать как одному, так и вдвоем. Максимальная длина гиба 6 метров. В данный момент можно производить лонжероны для сварки рамы. Автоматизированные станки позволяют быстрее и с меньшими трудозатратами выполнять различные виды работ. Станок позволяет оперативно вырезать детали любой конфигурации. На данном станке до 16 миллиметров с наибольшей точностью, то есть вплоть до сотых миллиметра отверстия. В данный момент идут комплектации кабин на 13 машин. Идет пять программ. Это полностью на одну кабину. Программа станка лазерной резки выполняет работу за 50 минут. Старым же требовалось не меньше двух часов. Также запущен швейный цех по пошиву спецодежды хорошего качества. В работу введено уже более 6000 квадратных метров производственных и складских площадей. В этом году планируют ввести литейный участок. Всего застроить хотят 57 тысяч квадратных метров. А с увеличением объема производства возникнет необходимость в молодых квалифицированных кадрах. Предприятие в свое развитие вложило уже 200 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в строительство новых корпусов, говорит руководство, составит порядка полутора миллиардов рублей. Еще столько же намерены вложить в оборудование. К 2025 году объемы производства должны вырасти в два раза. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Уже со следующего года жители Алтайского края смогут получать повышенный налоговый вычет за лечение. Потолок возврата предлагается увеличить со 120 до 150 тысяч рублей. Законопроект уже подготовлен и внесен на рассмотрение в Госдуму. Напомним, вычет на лечение входит в число социальных, за которым возможно вернуть часть расходов. Наряду с лечением и покупкой лекарств к ним относятся вычеты за собственное обучение и занятие спортом. Если человек официально трудоустроен и за него перечисляют НДФЛ, то он вправе вернуть 13% от стоимости услуг. Процесс сбора документов на налоговый вычет за лечение сейчас упростился. Необходимые справки – это копии договора об оказании медуслуг и лицензии медучреждения. Их можно получить сразу в медорганизации. Чеки об оплате теперь не нужны. Их функцию выполняет договор. Вычет за лечение можно получить на себя, не работающих супруга, родителей, детей, а с этого года и на опекунов. Также есть возможность возместить траты на лекарства. Нужен обычный или электронный рецепт врача или выписка из медкарты. Вычеты он может получать двумя способами. У работодателя непосредственно тогда ему не нужно заполнять декларацию, 3НДФЛ заполняет заявление в налоговые органы, которые подтверждают ему возможность получить этот вычет у работодателя. Или он получает в конце налогового периода, вот допустим сейчас, он заполняет декларацию 3НДФЛ за доходы 2022 года и те траты и услуги, которые он получал именно в 2022 году. Оформить декларацию можно дистанционно на официальном сайте Федеральной налоговой службы через личный кабинет физического лица, виджет получения налогового вычета, жизненной ситуации, я оплачиваю лечение и медикаменты. Отметим, за 2022 год налоговый вычет за медуслуги получили 13,5 тысяч человек. Общая сумма возврата порядка 106 миллионов рублей. В этом году декларационная кампания только стартовала, но уже поступило 17 тысяч заявок от жителей края. Семья из Барнаула ищет очевидцев ДТП с трамваем и пытается разобраться, почему же их муж и отец оказался сейчас в тяжелом состоянии и лежит в больнице. Резонансная авария произошла на пересечении Ленина и Аносова 20 апреля. Мы встретились с супругой пострадавшего и узнали подробности. Мне прислали фотографию с места ДТП, то есть уже взяты из новостей. Сразу увидела, что это машина мужа. Увидела на фотографии, что стоит скорая помощь, он лежит на носилках. 20 апреля. Время почти 8 утра. Пересечение Ленина и Аносова. Трамвай на несколько метров протащил машину. Автомобиль восстановлению не подлежит. За рулем находился бар на улице Николай Андреянов. Мужчина собирался повернуть на перекрестке. Уже две недели он находится в тяжелом состоянии в больнице. Травмы очень серьезные. Состояние тяжелое. Вся левая сторона у него травмирована. Травмы очень серьезные. Он находится сейчас на ИВЛ. Естественно, говорить он не может. Виктория не верит, что ее муж мог быть виновен в ДТП. По ее мнению, если бы мужчина, выезжая с парковки, проехал бы на красный, сначала он столкнулся бы с машинами, а не сразу с трамваем. Юлия Ершова – водитель троллейбуса. Женщина видела сам удар. Мы подъехали к перекрестку, нам загорелся запрещающий сигнал светофора, мы остановились. Зачастую же на многих перекрестках трамваем горит отдельная секция. Я изначально тоже подумала, то есть даже я бы и не подумала на трамвай, что там что-то он может не так сделать. А когда уже потом я уже сделала оборотный круг, обратно еду и смотрю, что оказывается светофор работает для проспекта Ленина. Одинаково для трамваев нет секции тут. В распоряжении нашей редакции оказалось такое обращение, которое, по словам нашего источника, разместили в трамвайном и троллейбусном депо. По этой версии водитель такси неожиданно выехал на перекресток, не уступив трамваю. Но и водитель трамвая двигался со скоростью 40 км в час. Водители последствия данного ДТП можно было снизить или избежать, если бы водитель трамвая, проезжая данный перекресток, соблюдала пункт должностной инструкции двигаться через перекресток в режиме выбега. Выбирать скорость, обеспечивающую безопасность движения, но не превышающую 20 км в час. Мы написали запрос в управление МВД по городу Барнаулу, чтобы узнать официальную версию по этому делу. Ответ поступит в ближайшее время. А пока процитируем телеграм-канал «Инцидент Барнаул». В день аварии там опубликовали следующее сообщение со ссылкой на госавтоинспекцию. Водитель, мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Терана, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу трамваю под управлением водителя женщины 1979 года рождения. Предварительно уже его обвинили. То есть предварительно является виновником он. Ну а там дальше следствие идет, следствие покажет. И если вы стали очевидцем этой аварии и хотите помочь семье разобраться в том, что произошло, можете обратиться к Виктории. Ее телефон вы видите на своих экранах. Ну а мы еще обязательно вернемся к этой истории. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. И снова мошенники. Следователи края предупреждают. Активизировались те, кто представляется уже не работниками банка, а сотрудниками правоохранительных и следственных органов. В разговоре по телефону мошенники сообщают, что в отношении человека банком проводится проверка. Для сбережения средств предлагают перевести деньги на другой счет, либо выясняют пароли онлайн-доступа к банку у гражданина. Часто мошенники ссылаются на то, что проводят проверку, либо расследование уголовных дел. Причем злоумышленники могут звонить с номеров, которые полностью идентичны номерам телефонов ведомств. Они используют систему подмена телефонных номеров. Следователи напоминают, что они граждан извещают именно в письменном виде, где указывают основания для вызова, а также место и время проведения следственных мероприятий. При поступлении подозрительных звонков, предостерегают правоохранители, не нужно передавать сведения и личные персональные данные. За разъяснениями по данным фактам нужно обращаться по телефону доверия следственного управления 29 80 94 или 29 80 28. Жители Барнаульского пригорода жалуются на хроническую свалку возле жилых домов. По словам местных, строительно-бытовой мусор складируют на заброшенном участке все, кому не лень. Недовольные горожане уже неоднократно обращались в администрацию района, однако проблему решить не удавалось. Отходами во всей красе полюбовалась и наша съемочная группа. Банки, кирпичи, бутылки, всякие, возможно, и телевизор тут у нас был. Ранетки сюда скидывали. Ранетки это хорошо, но никогда они раскиданы по улице. Свалка бытовых и строительных отходов в Барнаульском пригороде образовалась больше 10 лет назад, рассказывают местные. Юлия с супругом переехали сюда три года назад и с тех пор любуются не друг другом, а местным колоритом, хламом возле дома. Местные детвора уже давно облюбовала эту свалку. Мало того, что они играют со строительным мусором, так еще и гуляют по опасным конструкциям. Люди неоднократно жаловались в администрацию города и района. Чиновники отчитали, что выезжали на место, но мусора на момент осмотра не обнаружили. После такого ответа жители пошли дальше. У меня муж позвонил уже в городскую администрацию, но это было просто по звонку, не письменно. На что ему ответили, что этот участок в аренде, собственник, нам не говорят кто, но даже если в аренде, то они должны его приводить порядок. Мы хотели выкупить. Выкупить нам его тоже не дают. С официальным запросом обратились и мы. В районной администрации пояснили, что земельный участок со строительным мусором находится в аренде. Администрация района в 2021 году подано исковое заявление в отношении собственника земельного участка о возложении обязанности привести участок по адресу улица Рождественская, 97 в надлежащее санитарное состояние. Получается, что суд индустриального района еще полтора года назад обязал собственника навести порядок на участке, покосить траву, убрать сухостой. Но ничего, рассказывают жители, сделано не было. В ближайшее время люди направят жалобу в прокуратуру. Может быть, тогда вид из окна станет привлекательнее. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле нашли подрядчика для подготовки городского пляжа к купальному сезону. Первоначальная стоимость работ по содержанию этого места отдыха составила 780 тысяч рублей. Подрядчику предстоит убрать мусор в течение всего сезона, провести обследование и очистку дна, используя водолазов, организовать спасательный пост, обустроить душевые и туалетные кабины. Пляж планируют открыть 1 июня. Свою работу он продолжит до конца лета, то есть до 1 сентября. Больше ста человек выйдут на поиски пропавших людей. 6 и 7 мая под Павловском пройдут масштабные учения полиции, спасателей, следователей, волонтеров со стажем, а также новичков. Задача отработать взаимодействие служб при поисковых операциях. Причем представители спасательного отряда Лиза Алерт приглашают принять участие в поиске всех желающих. Правда, если вам уже исполнилось 18 лет. У нас во всех наших пабликах есть большое объявление, где указано, что у нас 6 и 7 числа на территории детского оздоровительного лагеря Колос в селе Павловск будет проходить обучение. Там указано время заезда, все ссылочки, которые необходимо будет заполнить, то есть фамилия, имя, отчество, иметь с собой страховочку от клеща или прививку, то есть тоже одно из обязательных условий, какой-то минимальный объем продуктов. Требуется также взять теплую одежду, так как поиск, скорее всего, будет проходить и в ночное время. Организаторы обещают, что будет интересно. Причем, помимо поисков пропавших, волонтеров будут обучать навыкам, которые необходимы при таких операциях. Точно знаю, что будет человек, потерявшийся в лесу, ушедший за грибами, которого пойдут искать все. Как обычно, приехали на поиск, разбили штаб, будет своя карта, будет организовано питание и будут, соответственно, группы, ушедшие в лес, которые будут искать человек. Еще в 16 алтайских школах с нового учебного года начнут преподавать футбол на уроках физкультуры. Об этом рассказали кураторы Всероссийского образовательного проекта «Футбол в школе» во время мастер-класса для учеников одной из барнаульских школ. На нем побывал и наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Постарайтесь максимально слушать, выполнять задания. Всем желаю хорошего и отличного настроения и повторять на дальнейшие занятия. Этим мальчишкам и девчонкам 50-й школы сегодня, можно сказать, повезло. На уроке физкультуры играет футбол. Да еще и под руководством профессиональных спортсменов «Динамо Барнаул», которые в определенном смысле завидуют нынешним школьникам. У нас ничего такого вообще не было. У нас кроме волейбола, грубо говоря, ничего не было. А в футболе только мечтать нужно было. «Футбол в школе» – проект Российского футбольного союза. Его цель – привлечь как можно больше детей к самому популярному в мире виду спорта. В край на сегодняшний день в нем участвуют 56 образовательных учреждений. В этих школах появились дополнительные уроки футбола или были созданы специальные секции. По проекту учителям оказывают методическую помощь, то есть разъясняют, как давать азы футбола. А школы обеспечивают необходимым спортивным инвентарем. За год реализации проекта его кураторы признают, что пока остаются недоработки, но их стремятся устранить. Я как региональный куратор постоянно связи с ними, стараюсь подсказывать, организовать. Даже мастер-класс какой-то, вот это на начальном этапе мы не сразу, так скажем, включили. Сейчас больше, то есть уже на это упор делаем, стараемся приглашать, чтобы работали с детьми. Подобные мастер-классы провели и в отдаленных уголках края, к примеру, в Горняке и Бурлинском районе. И везде школьники под впечатлением. Сегодня были футболисты из клуба «Динамо Барнаула». Хотел бы играть за этот клуб? Да. В будущем, говорят кураторы проекта, он поможет уже со школьной скамьи взращивать новых звезд футбола. Так, в планах на два ближайших года включить в число участников проекта еще 16 алтайских школ. От Заринска до Славгорода. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Четырежды лауреаты первой степени, а также высшая награда конкурса – гран-при. С таким победным кушем из Казани вернулся коллектив студии театра танца имени Розы Фибер. Дома победители встречали, как подобает, с цветами, шариками и телекамерами. Позади тысячи километров и покоренная казанская сцена. Впереди репетиции и новые концерты. Барнаул встречает своих юных танцоров. Сразу с двух международных конкурсов «Звездный талант» и «Твой выход». Студия театра танца имени Розы Фибер рекордно привезла 4 гран-при и 5 первых мест. Два номера у нас было. А какие номера? Гранд Лаваджо и с Пашем и с Пляшем. Студия привезла спектакль, тоже первое место занял. Ну а дальнейшие творческие планы какие? Побеждать, покорять все города. Грандиозные. Казань, Питер, Москва, Уфачи, Лябинск, Барнаул. Больше 30 коллективов. 200 танцевальных номеров, 12 из которых от нашей студии. И зацепить внимание казанского жюри все же удалось, рассказывают руководители. От каждого члена жюри с обоих конкурсов отзывы были очень положительные. Но я думаю, награды об этом говорят. Отметили костюмы, отметили наш минимализм, в том числе и одновременно богатство. Отметили хореографию, отметили номера. Отправились артисты в составе 115 человек. Собрать такой коллектив непросто, ведь это ребятишки разных возрастных групп. Костюмы, детали, декорации, ничего не забыть. Но к такому ритму привыкли и дети, и родители, ведь подобные поездки не первые. Здесь мы уже не сильно переживали. Мы знали, что они самостоятельные, уже собранные и что выступят хорошо. Они как семья, они друг дружку поддерживают. И маленьким помогают, и старшие друг другу помогают. У нас очень дружный большой коллектив. И да, старшая группа помогает нашим детям. А сейчас в планах коллектива завершить учебный сезон отчетным концертом 28 мая. На него, кстати, приглашают и всех желающих. Роза Фибер лучших всех! Роза Фибер ждет успех! Мария Мацова, Александр Антропов. День с толком. Мария Мацова, Александр Антропов. День с толком.